Если ты за 3 секунды успеешь подписаться на канал и поставить лайк, то все твои мечты и желания сбудутся. Итак, время пошло. 3, 2, 1, 0. Всё, время вышло. Если ты успел, то молодец. А если не успел, то я даю тебе ещё 2 секунды. 2, 1, 0. Всё, теперь уж точно время вышло. Ну а сейчас мы с тобой посмотрим самый жуткий мультик про фиксиков. Погнали! Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис. Это Сергеонис, ребята. Ставьте лайк, если вы любите смотреть Сергеонис. Я его просто обожаю. Это потерянный эпизод фиксиков. Эта серия попала случайно в интернет. Разработчики делали серию обычной и безобидной. Но по финалу, когда они сели посмотреть её, они увидели этот ужас. Серия началась обычной. С обычной заставкой, но цветокоррекция была другая. Более тёмная и жутковатая. Тим Димыч разговаривал с фиксиками. Они играли в космонавтов. Но вдруг к ним в комнату вошли родители Тим Димыча. Они рассказали о тестировании секретной зубной пасты. Как-то странно. Выскочила надпись пять минут спустя. Тим Димыч стоит и разговаривает с матерью. О чём нам неизвестно. Звук как будто выключили на этом моменте. Но дальше мы узнаем, что они говорили об зубной пасте. Что Тим Димыч очень хотел ей пользоваться. Но ему не разрешали. Почему? Начались помехи, которые делились более десяти минут. Сама же серия шла полчаса. Большинство времени, а именно 24 минуты были помехи. После помех показано, что Тим Димычу не пришло ничего лучшего, как тайно испробовать пасту. Вдруг из ниоткуда появился фиксик нолик. И сказал Тим Димычу не трогать её. Тим Димыч только нюхал её. Странная отсылка к наркоманству детском мультике. Вдруг к ним прилетела симка и начала кричать и запрещать. Но Тим Димыча это ещё больше захватывало. Он всё больше хотел её использовать. И он придумывал разные способы для того, чтобы использовать зубную пасту. Но фиксики постоянно его останавливали. С каждым новым разом Тим Димыч менялся. Но не в лучшую сторону. Его глаза наливались кровью. Под глазами появлялись мешки. Кожа становилась тёмной и страшной. И вот, настала последняя попытка украсть пасту. И опять Тим Димыча поймали фиксики. И они начали рассказывать, что так нельзя делать. Но Тим Димыч только злостно улыбался. А позже засмеялся жутким своим голосом. По экрану пошли помехи. Картинка стала тёмной и мурыхтела. Тим Димыч очень изменился. Его глаза стали чёрными, как пропасть. Сам дьявол им управлял. Он злым голосом сказал, что он их убьёт, если они не отстанут от него. Но фиксики его не слушали. Офигеть, ребята, у меня сейчас мурашки по коже от этой истории. Обалдеть. Что случилось? Тим Димыч ответил, что он подписал контракт с дьяволом. И теперь он убьёт их. Он вытянул нож из своей ноги. Странно, ведь он не чувствовал боли. И одним движением рукью натрубал головы фиксика. По телу фиксику пошла кровь. И они упали. Симка и нолик мертвы. Их убил Дим Димыч. После камера привелась на лицо Дим Димыча. Он начал открывать рот. Его рту было более тысячи зубов. И он стал на четвереньки, как пёс. И начал пожирать трупы фиксиков. Издавая странные звуки, похожие на печаль и ненависть. Серия оборвалась. Я, кажется, обделался. А это видео называется «Тайная история фиксиков». Давайте посмотрим. Фиксики. Наверное, на данный момент времени в России. Это самый популярный мультфильм. И его популярность не может затмить уже никто очень давно. Десятки, если не сотни просьб, поговорить об этом мультфильме приходило везде, где только можно. Что же тайного и загадочного может таить в себе этот известный мультсериал? Сами фиксики являются не совсем плодом фантазии авторов. Они сделаны по мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки». Честно, я даже об этом не знал, ребята. А вы знали об этом? Что фиксики были сделаны по книге. Вот я не знал. По сути, осталась такая же. Маленькие человечки, которые живут внутри приборов и техники, и ремонтируют их, скрываясь ото всех вокруг. Я думаю, что тему всеобщей популярности можно просто забыть. О фиксиках знают, наверное, все. А фанатов у них наберется столько, что можно захватить маленькую страну. В мультсериале столько персонажей и столько событий, что простой человек просто в них теряется. Здесь очень и очень тяжело найти скрытый подтекст. А любой, что изначально приходит на ум, кажется натянутым и глупым. Но мы не будем бояться строить глупые догадки. Для начала нужно сузить круг персонажей и убрать, так сказать, массовку. Среди главных персонажей можно отметить Симку, Нолика, Дим Димыча и Чудакова. И то можно убрать Симку и Нолика и заявить, что их не существует. В смысле? Как бы сейчас не разочаровались десятки тысяч детей по всему миру, но их не существует. В смысле? Хотя даже сами разработчики постоянно уверяют всех в том, что они есть. Я уже настолько верю, в общем-то, в их существование, что слово «придумал» я не использую. Но почему же их нет? Ну, потому что это что-то вроде вульпы или галлюцинации главного героя. Но обо всём по порядку. Главный герой – Дим Димыч. Это психически неуравновешенный человек с кучей галлюцинаций. И, соответственно, фиксики – это плод его воображения. Мало того, он просто опасен для общества. Если вы смотрели мультсериал, то знаете, что у Дим Димыча друзей реальных нет. Вообще нет. Есть лишь упоминания. Из всех сезонов только в паре серий упоминаются знакомые Дим Димыча из реального мира. Прокиньте, реально, что у Дим Димыча всё время были галлюцинации, и что фиксиков не существовало. Васька. И это даже не человек. Но Дим Димыч с ним даже смог поговорить при помощи фиксиков. Алло, Дим Димыч! Ты чего молчишь? Правда, не совсем вживую, а с помощью компьютера. Очевидно, что Васьки не существует. И это зелёное существо тоже плод воображения Дим Димыча. Второй якобы друг Дим Димыча – это даже не друг, а возлюбленная Катя. Он часто упоминает её в мультфильме, но она ни разу там не появляется. Даже голосом. Единственное живое упоминание – это чёртово письмо с, внимание, невидимыми чернилами. Теперь подумаем. С первым другом он общался посредством наушников без микрофона, из которых сделали микрофон. И да, это возможно сделать в реальной жизни, но это чертовски глупо. Со вторым человеком, то есть Катей, он общался посредством пустых листов с невидимыми чернилами. Ой, а тут пусто! Хм, ерунда какая-то. Не похоже ли это на фантазию? И если существование Васьки ещё можно хоть как-то оправдать, то Катя с её невидимыми чернилами – это вообще край. Также я упомянул Чудакова, и он тоже видит фиксиков. Точнее, не видит. Он говорит, что видит. Чудаков, судя по всему, это лечащий врач Дим Димыча. И дабы Дим Димыч ему доверял, ему приходится изощряться и верить во весь этот мир фиксиков. Возможно, он даже сам сошёл с ума. И у самих фиксиков, друзей, кстати говоря, навалом. Файер, Игрек, Шпуля, Верта. Также Дедус, Мася, Папус. А что у Дим Димыча? Из его окружения мы видели лишь Чудакова, его секретаршу и родителей. То есть его лечащего врача, очевидную помощницу и родителей. Стоит ещё отметить кусачку. Эта собака, которая, можно сказать, познакомила фиксиков и Дим Димыча. Что с тобой? Так встать до дни! Она магическим образом чувствует в винтиках живых существ, тем самым выдавая их. Но это не оправдание. Она и без того много на что реагирует без причины. На то она и собака. Остаются вопросы. Плохой ли этот мультсериал? Действительно ли в нём много мистики? И стоил ли он вообще этого выпуска? На все эти вопросы ответ... Нет. Хоть в мультсериале и есть крайне спорные моменты, но он, в отличие от многих, развивает детей и даёт понятие о нашем мире и о том, как он устроен. Единственное, что огорчает меня, это массовая истерия на тему фиксиков. Разработчики уже сами себя убедили в их существовании и всеми способами пропагандируют их существование детям, прикрываясь тем, что фиксики скрываются из-за ряда причин. Фиксики изо всех сил стараются избегать людей. Но это даже неплохо. Плохо то, что они пытаются с ними связаться и увидеть их. В детстве, наверное, каждый из нас всё-таки с фиксиками общался. Я порылся в интернете и нашёл некоторые способы увидеть фиксиков. И они немного ужасают. Первый и самый популярный способ – это сломать вещь. Логично же. Сломай что-нибудь и сиди, наблюдай. Рано или поздно её прибегут чинить маленькие человечки. Среди других способов отмечается поиск фиксиков везде. В каждом мелком закоулке и даже еде. Ну и, конечно же, нужно найти все гайки, болтики и прочие штуки дома и запереть их. А вы, ребята, когда-нибудь искали фиксиков у себя дома? Вот я искал. Напишите в комментариях, если вы тоже искали. Лично меня пугает то, что даже некоторые взрослые в них верят. И если же они есть, не следят ли они за вами? Не страшно ли знать, что в вашем компьютере, телефоне или телевизоре живёт маленькое разумное существо, которое может следить за вами сутками? А это, ребят, мультик про фиксиков в стиле аниме. И мне очень интересно, как они будут выглядеть. Фиксанутые, весёлые истории. Так. Какие-то дома мы уже видим. Ага, всё, мы летим в дом. Скорее всего, там живут фиксики. Воу. Мы летим с вами в вентилятор. Ух, ты ж нифига себе! Они очень круто выглядят. Это лунтик, что ли? Хайбуса, прекращай. Да, извини. Нолик очень классно смотрится, реально, ребят. Поставьте лайк, если вы тоже так считаете. Итак, народ, докладывайте, кто чем занимался на прошлой неделе? Мы чинили всякие штуки, типа микроволновки. Понятненько. Однако, всевышепречисленная техника всё ещё неисправна. Как вы это объясните? Хм, может опять сломали? Возможно. И кажется, я знаю вредителя. А вот причина нашего геморроя. Петрович, было написано. Собака? Именно. Эта мелкая дворняга вечно бросает нам камни в почку. Его надо устранить. Оу. Он думает, что он умнее меня, в то время, когда я умнее него. И кто тут теперь умный? Хм, тупое животное. Так. Сигнал тревоги! Все приготовятся! Блин! Босс, мы прибыли. Что случилось? Да, это самое. Я хотел мультики посмотреть, но почему-то телевизор не работает. В общем, разберитесь. Понятненько. Итак, народ, у нас неисправность телевизора. Все знают, что делать? Разумеется, отец. Но мы тут подумали, было бы интересно глянуть, как ты работаешь. Не правда ли, сестра? Эм, да, было бы здорово. Что ж, я не возражаю. К тому же давненько я этим не занимался. Для начала позовем Лысого. О, это Дедус! Итак, мои дорогие. Прежде чем убедиться, что ваш телевизор сломан, попробуйте включить его с помощью пульта от телевизора. Если это не помогло, то в таком случае стоит попробовать заменить батарейки, возможно, они пришли в негодность. Но если даже это не помогло, то в таком случае советую вам попробовать включить телевизор с помощью кнопки от телевизора. Этот метод работает в 90% случаях. На этом все. Удачи. Классно. Я нашла батарейки. Отлично, давай сюда. Лови, братик. Поймал. Попробуйте включить его с помощью кнопки телевизора. Ясненько. Не работает. Что происходит? Помогатор. Можно воспользоваться помогатором. О, точно. Помогатор, я и забыл. Давай, помогатор, не подведи. Блин, очень классно. Помогатор сломался. Что теперь, отец? Я не знаю. Я давно этим не занимался. Если они узнают, что я все позабыл, они мне *** устроят. Хм, я так и думал, он все позабыл. После того, как я займу его место, я установлю новый, но справедливый мир для всех нас. Без паники, мамка поможет. О, еще никто не устоял против моей ангельской техники. Ангельская техника? Что за чушь? Да. Так называемая ангельская техника, его еще юзали наши предки. Если сильно ударить об корпус телевизора, он снова сможет заработать. Это может сработать. Так. Посмотрим. Узри силу ангела. Секретная техника, ангельское прикосновение. Секретная техника, ангельское прикосновение. Она взорвала дом. Боже. Кажется, я перестаралась. О, черт. Теперь точно не починить. Хм, даже я не ждал такого позора. Кажется, я понял, в чём дело. Я забыл воткнуть вилку в розетку. За что? За невнимательность. Именно в такие моменты, я понимаю пользу нашей работы. Все свободны, миссия выполнена. Это как? Видишь ли, наша основная задача найти поломку, и мы его нашли. Так что наши полномочия тут как бы всё, окончены. Да! Поломкой был Дим Димыч. Они его починили, ударив его в голову. Нормально. Эй, вы куда? Вы его не почините? Сказали же не починить. Купи себе новое грязное животное. Хм, хитрожопик. Хм, хитрожопик. Иду, иду. Так. Здравствуйте. У меня есть посылка для вас. Посылка для меня? Спасибо. Ничего себе! Новый телевизор! Интересно, от кого? Это ты ему купил новый телевизор? Возможно. Кстати, откуда деньги? О! Он взломал банкомат. А вот это большой секрет. Большой-большой секрет. Ну, а сейчас, ребят, посмотрите вот это видео. Оно получилось реально очень страшным. Я там чуть не обделался. Ну, а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Чао!